Сколько раз тебе дурить? Останавливается балерина! Молодец, Супал. Хорошо, правильно, правильно. Чего бы головой было так, было бы интересно. Я вообще люблю над Настей ставить эксперименты. Мне интересно, в какой ситуации она не выживет. А она выживает во всех. Многие говорят, что вы последняя звезда Большого театра. Вы знаете, наверное, в массовом сознании, конечно, так и есть. Потому что, знаете, что самое ценное, я думаю, в артистической карьере, когда вспоминают фамилию, и тут же у вас встает какой-то ряд событий, связанных с этим человеком. Роли, конкретно театр, фильмы, жанр моментально. Да, слава богу, вот как-то моя жизнь в театре сложилась так, что при упоминании моего имени никому не надо объяснять, из какого жанра я, чем я занимался, что я делал или делаю. Это очень дорогого стоит. И в России это не покупается. Никакие критики это никогда не сделают. Никакие фотосессии. Это сарафанное радио должно работать. Вот российский менталитет, он так устроен, и мне повезло. Но он так и работает. На самом деле у нас сейчас, в общем, каждый второй или третий на телекране – это звезда. А вот человек с таким шайнингом и с такой харизмой, как у вас, встречается крайне редко. Я считаю, что мне сегодня повезло, что вы были на телекране. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Это совершенно, как в Америке говорят, I mean it. Thank you. Абсолютно искренне вам говорили. Спасибо большое. Прозвучала фамилия Цискоридзе. Я вот не могу не зацепиться за это и не узнать насчет, вот, говорят же, он будет директором, да? Вы считаете, он подходит для этой роли? Ну, слушайте, Коля – самый удивительный, как бы, персонаж в нашем балетном мире. В смысле? Во всех смыслах. Он образован, он профессионален, у него есть какие-то идеи. Я просто знаю, что в течение пяти лет балетом в Париже руководил Рудольф Нуриев. Тоже очень непростой персонаж. И на сегодняшний день это был лучший период в истории гранд-опера. То есть, я, честно скажу, я не против того, чтобы Николай попробовал себя на другом поприще. Понятно. Я ему очень доверяю, как профессионалу, очень доверяю, как человеку, который проработал в Большом театре всю свою жизнь. Поэтому для меня это вопрос будет только поддержать его и помочь, если ему это понадобится. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Многие говорят, что вы последняя звезда Большого театра. Вы знаете, наверное, в массовом сознании, конечно, так и есть. Потому что, знаете, что самое ценное, я думаю, в артистической карьере, когда вспоминают фамилию, и тут же у вас встает какой-то ряд событий, связанных с этим человеком. Роли, конкретно театр, фильмы, там, жанр моментально. Да, слава богу, вот как-то моя жизнь в театре сложилась так, что при упоминании моего имени никому не надо объяснять, из какого жанра я, чем я занимался, что я делал или делаю. Это очень дорогого стоит. И в России это не покупается. Никакие критики это никогда не сделают. Никакие фотосессии. Это сарафанное радио должно работать. Вот российский менталитет, он так устроен, и мне повезло. Но он так и работает. На самом деле у нас сейчас каждый второй или третий на телекране – это звезда. А вот человек с таким шайнингом и с такой харизмой, так как у вас встречается крайне редко, я считаю, что мне сегодня повезло, что вы были. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Это совершенно как в Америке говорят «I mean it». Thank you. Абсолютно искренне вам говорю. Спасибо большое. Спасибо.